Здравствуйте, в эфире программа «Моразм крепчается» с Италием Чарником и Дмитрием Мартышенко. Кадровая политика в Калужской области берет все новые высоты. Еще гремит скандал с участием главы администрации Кировского района Игоря Феденкова, который обвинялся прокуратурой в превышении служебных полномочий и фальсификации при принятии домов для ветеранов Великой Отечественной войны. По версии прокуратуры Феденкова, что называется, светила 7 лет лишения свободы. Однако Кировский районный суд не нашел в действиях чиновника никакого состава преступления. То есть нарушения закона есть, подписи Феденкова под липовыми актами приемки есть и даже банька из сэкономленных материалов есть. А вот виноватых нет. Хотя понять судью можно, ведь еще и полгода не прошло, как губернатор области публично назвал Феденкова кристально честным человеком, которому можно доверять. Самое главное, что и во время доклада, тоже его это чувствовалось, наверное, человек никогда не обманет, он не сможет обмануть, когда смотрит, мы смотрим друг другу в глаза. А это для Калужского суда, видимо, важнее доказательств собранных прокуратур. И вот новое торжество кадровой политики губернатора. В Малорославце разразился сексуальный скандал, главными героями которого стали глава районной администрации Олег Малашин и его заместитель Алексей Юдин. Если верить гуляющей по Малорославцу информации, эти два чиновника совершили насильственные действия сексуального характера в отношении сотрудницы своей же районной администрации. Правда это или нет сказать трудно, но сама сотрудница была вынуждена уволиться сразу же после появления слухов об изнасиловании. А заместитель Малашина Юдин тогда же получил травму носа, несовместимую с падением, скажем, с лестницы. Надо сказать, что Олег Малашин, как и Игорь Феденков, является одним из тех кадров, личным подбором которых так гордится губернатор Артамон. Малашин активно поддерживал идею губернатора о строительстве мусороперерабатывающего завода в поселке Дечино и делал все возможное, чтобы нейтрализовать протестные инициативы деченцев, возражавших против строительства завода. Интересно, что предшественник Малашин Александр Чернов тоже был находкой губернатора. Именно под его руководством свалка в поселке Ярденево начала принимать московский мусор и в короткие сроки вышла за пределы всяческих санитарных и экологических норматив. Но, видимо, это и требовалось от Чернова, чтобы обосновать размещение завода в поселке Дечино. Иначе чем объяснить тот факт, что в 2010 году Александр Чернов был назначен министром экологии и благоустройства Калужской области? Но мы несколько отвлеклись от основной темы. Так вот, о сексуальном скандале. Моразм здесь даже не в том, что малорославчане практически сразу поверили в версию об изнасиловании, а в том, как разворачивались события дальше. Оскорбленные в лучших чувствах чиновники подали заявление в суд о защите своих чести, достоинства и деловой репутации. А в качестве ответчика привлекли газету «Шанс для вас», редактором которой является Владимир Заболоцкий. Так случилось, что он же, Владимир Заболоцкий, в свободное от основной работы время в качестве частного лица администрирует городской сайт, на котором, собственно, и прозвучали обвинения в адрес Малышина с Юдиным. Несмотря на то, что этот сайт не имеет никакого отношения к самой газете, Малорославинский районный суд в кратчайшие, просто рекордные сроки рассмотрел заявление чиновников и принял беспрецедентное решение в отсутствии как самого ответчика, так и его представителей. Он обязал газету выплатить истцам 200 тысяч рублей компенсации морального ущерба за информацию анонимного пользователя, опубликованную на сайте, не имеющим, в повторющий раз, никакого отношения к газете. Как говорил Козьма Крутков, усердие все превозмогает. Бывает, что усердие превозмогает и рассудок. Но настоящий крепкий маразм даже не в этом. Информация о скандале оказалась в распоряжении Общероссийского народного фронта, куда за помощью обратился Владимир Заболоцкий. Практически сразу после этого заместитель главы администрации Алексей Юдин ушел работать в коммерческое предприятие. А вот сам глава администрации Малашин написал заявление об уходе по собственному желанию, которое вскоре было удовлетворено районным депутатским собранием. Злые языки утверждают, что написанию данного заявления предшествовала встреча Малашина с губернатором Артамоновым. Если это так, то можно только предполагать, что предшествовало решению губернатора встретиться с Малашиным по обозначенной теме. Возникает естественный вопрос. Если чиновники Малашин и Юдин сумели отстоять свои честь и достоинства, если они чисты перед законом и совестью, зачем им было уходить? Оставайся дальше, работай и плюй на происки недругов, кем бы они ни были. А вот хуже, если Юдин с Малашиным и впрямь изнасиловали женщину. Тогда встает вопрос, а какие и чьи честь, достоинство и деловую репутацию защищал Малорославецкий районный суд? Вот уж где маразм, так маразм. В эфире была программа «Маразм крепчает» с Виталием Черником и Дмитрием Мартышенко. Всего доброго, до свидания. Когда я стараюсь как-то или согласовать, или лично подобрать какую-то кандидатуру, мы занимаемся очень много воспитанием кадров, подготовкой. И больше того, наш опыт оценен и на уровне Российской Федерации, не случайно. Я единственный представляю весь губернаторский корпус в комиссии при президенте по кадровой политике, потому что наша работа замечена. Но я во главу угла ставлю один критерий – это честность. Спасибо. Спасибо.